Здравствуйте, товарищи ученые! Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему «Дооперационное выявление и типирование злокачественных эпохолей щитовидной железы с помощью молекулярного классификатора». Из всех методов диагностики узлов щитовидной железы тонкоигольная аспирационная биопсия используется наиболее широко. В настоящее время чаще всего используется система классификации цитологических диагнозов Бесезда, в которой диагнозы разделяются на пять основных категорий. Недиагностическое, доброкачественное, неопределенное, подозрение на рак и рак. неопределенные цитологические результаты получаются в 10-30% случаев. Эту категорию подразделяют на две подкатегории. Это отепение ясного значения с риском злокачественности 10-30% и подозрение на фолликулярную опухоль с риском злокачественности 25-40%. Таким образом, неопределенная категория включает гетерогенную группу образцов, для которых невозможно точно установить доброкачественность или злокачественность, что и создает основные проблемы при дооперационной диагностике. В соответствии с клиническими рекомендациями, большинство пациентов с неопределенным цитологическим заключением направляются либо на повторную пункцию, это чаще всего в случае отепения ясного значения, либо на гемитериодектомию, ну, либо на молекулярное тестирование. Пока что не в России, но в Америке это уже есть. При этом от 70 до 80% узлов по результатам послеоперационной гистологии оказываются доброкачественными, а сама операция таким образом не нужна. Поэтому возможность делить образцы с неопределенной цитологией на доброкачественные и злокачественные позволит снизить количество ненужных хирургических вмешательств и, соответственно, последующий риск осложнений, ухудшения качества жизни. Чтобы преодолеть диагностические ограничения ацетологического исследования, в последние годы, ну, на самом деле не совсем уже, в последние, с 2007 года, скажем так, в последние 10 лет было разработано несколько молекулярных тестов. В некоторых из этих тестов используется выявление соматических точечных замен или транслокаций. Другие подходы подразумевают использование профиля экспрессии белокодирующих генов или микро-РНК. Есть также варианты, объединяющие анализ соматических мутаций и уровней МРНК и микро-РНК. Можно сказать, что в настоящее время молекулярная диагностика щитовидной железы находится в начальном этапе своего развития, и все предложенные решения имеют ограничения. При относительно высокой отрицательной предсказательной ценности они демонстрируют менее высокую положительную предсказательную ценность. Об этом я еще скажу в конце презентации. А также имеют высокую стоимость анализа, ну, это, естественно, в первую очередь для Америки, характерная. То есть для пациента анализ стоит от трех до восьми тысяч долларов, что ограничивает возможность их широкого использования вне Соединенных Штатов, ну, например, в России. Вот. Ну и в этой связи мы поставили задачу выбрать свой, создать свой молекулярный тест, выбрать небольшой набор молекулярных маркеров для дооперационного выявления и типирования злокачественных опухолей щитовидной железы, чтобы использовать для пациента ацетологический препарат, уже просмотренный ацетологом, и использовать простой метод анализа ПЦР в реальном времени. У нас в работу было увлечено пять типов молекулярных маркеров. То есть это наиболее часто встречающиеся при раке щитовидной железосоматические точечные мутации в генах BRAF, H-RAS, N-RAS, транслокации RET-PTC и PAX-8 PAR-GAMMA. Также мы использовали MRNK-маркеры, микро-РНК-маркеры и соотношение митохондриальной и ядерной ДНК. Этот маркер, неиспользуемый в существующих тестах, был добавлен как признак присутствия клеток Гюртли в клиническом БРАССе. В работе было использовано 494 образца с ацетологических из трех медицинских центров. Здесь показано распределение по разным диагнозам. И для каждого образца было известно последующее гистологическое заключение. Здесь на иллюстрации представлены результаты исследования мутации. Вот таких. Ну, в общем-то, видно, что, допустим, мутация В.Ш.Т.Е. Евгения БРАФ, транслокация RET-PTC, ожидаемо, оказались характерны только для папиллярных раков. Транслокация ПАКС-8 паргамма для фолликулярных раков. Хотя следует отметить, что у нас получился гораздо более низкий процент этих транслокаций, чем мы ожидали. То есть в литературе обычно пишут, что она примерно в 30% случаев фолликулярных раков. У нас получилось 2%. Мы даже специально заказали термофишерскую систему. То есть остальные системы мы сами делали. Ну и в принципе эту тоже. Ну, заказали еще дополнительно из термофишера, чтобы проверить наши результаты. Ну, они подтвердились. Вот. А мутации в генах рас не имели специфичности к типу опухоли. Встречались и при фолликулярных опухолях, в апиллярном, раке-медулярном, баклеченном. В нашей работе чаще всего они выявлялись при фолликулярном варианте папиллярного рака в 48% случаев и при фолликулярном раке в 40%. Значит, мы рассматривали экспрессию нескольких генов, но наилучшие результаты были получены для гена HMGA2. Вот они здесь представлены. То есть видно, что повышено относительно доброкачественных образований. Уровень экспрессии HMGA2 характерен в первую очередь для папиллярного рака и фолликулярного варианта папиллярного рака. Ну и в меньшей степени, но и для фолликулярного рака тоже. То есть для раков, происходящих из А клеток четвертой железы. Для папиллярного рака этот уровень выше по сравнению с доброкачественным образованием в среднем 200 раз. Однако вот при фолликулярных аденомах тоже было несколько образцов с повышенным уровнем экспрессии. А вот в беклеточных, в циклеточных раках, то есть медуллярных, этот уровень повыше не был. Вот. Ну и что касается HMGA2, следует отметить, что в сравнении с остальными маркерами он оказался наилучшим единичным маркером для разделения образцов на доброкачественные и злокачественные. Вот так. Так. Ну и здесь то, что получилось по микро-РНК. В принципе, дифференциальная экспрессия микро-РНК в различных типах опухолей на разных стадиях. Прогрессирование опухоли было описано во многих публикациях. В нашей работе мы исследовали больше микро-РНК, чем здесь представлено. Ну, здесь, соответственно, показаны самые интересные результаты. Значит, видно, что при папиллярном раке, фолликулярном варианте папиллярного рака, значительно повышается уровень экспрессии микро-РНК-146b, 31, 551, ну и 221 также и 375. При медулярном раке, наоборот, уровень экспрессии 146b, 31 и 551 понижается, а уровень экспрессии микро-РНК-375 повышается, причем настолько сильно, что его уже можно рассматривать не как количественный, а как качественный маркер. при быклеточном, гертлеклеточном раке, значительно повышен уровень экспрессии только микро-РНК-221. Вот, таким образом, на добро и зло лучше всего делят 3 микро-РНК, это 146b, 221 и 375. Ну, единственное, что микро-РНК-146b повышается только при папиллярном раке, ну, с другой стороны, папиллярный рак – это самая частая онкология, считает, на железе. 220, повышение уровня экспрессии микро-РНК-221, 375, более универсальный маркер, их повышение, их экспрессии было зафиксировано во всех типах рака в разной степени. Так, ну и вот результаты по исследованию отношений митохондриальной ядерной ДНК в разных опухолях. Значит, зачем вообще митохондриальная ДНК использовалась нами в работе? Дело в том, что клетки Гертли, ну, их еще называют Б-клетки щитовидной железы, анкоцитарные, оксифильные клетки, они отличаются накоплением огромного количества аномальных митохондрий. Те клетки могут присутствовать во всех типах образования опухолей щитовидной железы, только при анопластической карциномии встречаются крайне редко, видимо, потому что там раковые клетки делятся так быстро, что митохондрии просто не успевают в них накапливаться. Гертликлеечные варианты папиллярного фолликулярного рака имеют типичные молекулярные особенности своих традиционных аналогов и схожие прогнозы, однако они демонстрируют меньшую способность накапливать йод и, следовательно, менее чувствительны к терапии радиоактивным йодам. По классификации ВОЗ выделяют гертликлеечную аденомы и гертликлеечную карциному как анкоцитарные варианты фолликулярной аденомы и фолликулярного рака соответственно. В принципе, это можно видеть и на данной иллюстрации, то есть результаты фолликулярного рака перетекают в результаты гертликлеечного рака, что как бы намекает, что это, в общем, просто анкоцитарный вариант фолликулярного рака. Для других типов опухолей тоже видны примеры присутствия клеток гертли, просто они здесь не вынесены в отдельные группы. С другой стороны, ряд исследователей считает, что гертликлеечная карцинома представляет собой совершенно отдельный тип рака в силу своего особого генетического профиля и клинически более агрессивного поведения по сравнению с фолликулярным раком, ну и с папиллярным тоже. Но в любом случае использование в нашем тесте такого маркера как отношение митохондриальной и ядерной ДНК позволяет выявлять гертликлеечную карциному, а также при необходимости гертликлеечные варианты других карцином. Вот, ну и теперь прежде чем перейти собственно к молекулярной классификации, надо сделать одно отступление. Дело в том, что нам так и не удалось совместить молекулярную классификацию и гистологическую, поэтому мы использовали альтернативную классификацию фолликулярных опухолей, основанную на профиле молекулярных маркеров злокачественности. Собственно, изменения коснулись, собственно, фолликулярных опухолей и фолликулярного варианта папиллярного рака. Вот он на основании профиля экспрессии молекулярных маркеров, эта группа у нас разделилась на две, то есть часть попала просто в папиллярный рак, а часть попала в фолликулярные опухоли с маркерами злокачественности. Вместе там с фолликулярными раками, например. Вот, ну и, соответственно, у нас здесь уже сам диагностический алгоритм в виде дерева принятия решения. Здесь слева представлен блок для определения злокачественности, а справа блок для определения типа злокачественной опухоли. Всего в классификатор попало пять маркеров, то есть это повышенная в уровне экспрессии гена HMGA2, микро-НК-375, 221, 146b, ну и отношения митохондриальной и ядерной ДНК. Основная характеристика медулярного рака – это, естественно, повышенный уровень экспрессии микро-НК-375, для папиллярного это 146b, для герцоглеточного это повышенное содержание митохондриальной ДНК, ну а фолликулярные опухоли и сюда попадают уже все остальные образцы по остаточному принципу. Диагностические характеристики, полученные на этой выборке, приведены в таблице. В общем, далее этот алгоритм планировалось проверить, собственно, на образцах, относящихся к категориям 3 и 4 бесеза, то есть к неопределенной категории, поскольку именно она будет анализироваться в первую очередь. Однако, прежде чем перейти к этой работе, следует сделать еще одно отступление. Дело в том, что в ходе дополнительных проверок на новых образцах мы выявили доброкачественное образование с повышенным, ну с несколько повышенным содержанием микро-НК-СО46b без других маркеров злокачественности, характерных для папиллярного рака. Вот, поэтому вот в этой части дерева принятия решения пришлось микро-НК-СО46b заменить на выявление мутации BRAV, V600E. И, соответственно, окончательное дерево принятия решения выглядит таким образом. Вот, ну и далее мы, соответственно, проверяли алгоритмы на образцах с неопределенной цитологией. В работе у нас было 122 таких образца из разных медучреждений. 109 относились к беседе 4 и 13 к беседе 3. Встречаемость рака у нас в этой выборке была 30%. Вот, ну и здесь, собственно, уже показано, как показаны диагностические характеристики, полученные на этой выборке 122 образцов с неопределенной цитологией, и как они, эти характеристики, соотносятся с теми, что были получены на предыдущем этапе исследований. Ну, конечно, на предыдущем этапе диагностические характеристики были повыше. Это связано с тем, что они были получены на выборке, на которой классификатор обучался. Ну и, во-вторых, основу выборки составляли образцы, относящиеся ко второй и шестой категориям беседы, что и позволило получить высокие значения чувствительности для выявления рака. Вообще здесь из всех диагностических характеристик в первую очередь следует обратить внимание на предсказательные ценности положительного результата и отрицательного результата. В общем, в случае молекулярного тестирования образцов из группы с неопределенным статологическим заключением предсказательная ценность отрицательного результата имеет большее значение, поскольку мы должны исключить тех пациентов, которым операция точно не требуется. Что касается предсказательной ценности положительного результата, то в настоящее время нет консенсуса, какое минимальное значение она должна иметь. Пациенты с неопределенным заключением в любом случае чаще всего отправляются на операцию. То есть в первую очередь существует потребность уменьшить количество ненужных операций. Кроме того, нужно иметь в виду, что предсказательные ценности положительного отрицательного результата зависит не только от чувствительности и специфичности теста, но и от распространенности рака. Поэтому здесь присутствует график зависимости, предсказательные ценности от встречаемости выборки. Видно, что в наиболее вероятном диапазоне встречаемости рака в этой группе это 20-40%. Предсказательная ценность отрицательного результата может варьировать от 97% до 93%, а предсказательная ценность положительного результата от 76% до 89%. Ну и, наконец, вот таблица, чтобы оценить, как наши результаты соотносятся с результатами, полученные в других работах. Здесь тоже основная графа – это предсказательная ценность отрицательного результата. Здесь они все пересчитаны под встречаемость рака 25%. Вот, соответственно, здесь представлены тесты, которые используют экспрессию генов. Первый вариант – это фирма. Это RA на 167 генов. Второй вариант – это уже секвенирование нового поколения на 500 генов. Терасек – это секвенирование нового поколения. Тут разное количество мутаций у них. Они тоже повышали предсказательную ценность отрицательного результата. сайт GENX, тирамир – это здесь и мутации, и экспрессия микро-НК. Розетта, ревил – экспрессия микро-НК. Миртайп – экспрессия микро-НК. Бразильская система. Тероид-принт – экспрессия генов. Это Чили, США. Вот наш алгоритм, который и экспрессию генов, и микро-НК использует, и мутацию, и содержание митохондриального ДНК. Здесь два гена и семь микро-НК, потому что они здесь с референсами, я написал. Ну, вот такие результаты. В принципе, они все сопоставимы, хотя используют самые разные подходы. Так, ну, все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...